Всем привет! Я сделал несколько улучшений в Ubuntu 16.04 поскольку версия эта относится к версии LTS Long Term Support то есть версия будет поддерживаться длительно до апреля 2021 года вот только что записал образ как видите образ я записывал менюшка была на русском языке вот все выставлено правильно поставил новую версию самую последнюю для Ubuntu 16.04 в виртуальной коробочке сейчас только поднастроим носители поставим вновь созданный образ от 19 декабря ну и посмотрим грузится он или нет пока там суть до дела ну вот появляется меню загрузки и пошла загрузка образа я переставил на вторую коробочку потому что вот здесь вот есть хорошая опция проверить обновление ну и уже написано последняя версия программы меня это устраивает ну вот программа практически загрузилась а если образ из-за образа загрузился то это означает только одно что образ в нормальном рабочем состоянии и может быть записан на флешку и есть только три причины по которым флешка значит с флешки он не работает первая сама флешка плохого качества вторая значит программа была выбрана для записи на флешку неправильная ну и третьей самой частой причиной является то что в биосе надо сделать настройки отключить secure good то есть секретную эту самую загрузку и сделать там еще в одном местечке legacy boot enabled то есть сделать доступным legacy в словечко встретите legacy там поставьте enabled галочку вот и все значит так сборка получилась очень даже приличная один только интернет чего стоит тут можно подключить дропбокс и хранилище значит мегасинг на 50 гигабайт просто зарегистрируйтесь и будет у вас кладовочка на 50 гигабайт скайп в начале настроите введете свои данные затем значит выйдите включите скайп таб и в скайп табе сделайте свои настройки по видеоролику также значит пожалуйста можно качать торрент файлы можно просто файлы больших размеров качать вайбер также установлен тоже очень хорошая штучка если он у вас на мобильнике установлен то значит запускаете его здесь там есть тоже интересный момент когда вы его запустите у вас в мобильнике должна запуститься камера автоматически открыться и нужно будет навести ее тут тут на целевую картиночку здесь и тогда у вас вайберу становится нормально и на рабочий стол вот таким образом по скайпу значит показываю отдельно потому что каждый будет заводить свое там имя пользоваться или там и пароль и поэтому естественно значит ну сейчас покажу все вот видеоролик Сергея Тимченко все окна скайп в одном видеоролика Сергея Тимченко очень короткий видеоролик и он все ясно и понятно объясняет как все дело поднастроить у вас все это дело установлено вам только именно поднастроить 5 минутный ролик посмотрите значит и сделайте все и будет у вас все окна скайпа в одном нормально как говорится и хорошо вот таким вот образом сборка получилась хорошая значит Тим Юр установлен последней версии коробочку значит я вам уже показывал программы для редактирования звуковых файлов для редактирования значит видеофайлов хороший видеопроигрыватель ну поночки варьете программка для сменки обоев тоже хорошие штучки значит менеджер программ менеджер пакетов здесь можно проверить обновление приложений ну поскольку я обновлялся совсем недавно у меня больше никаких обновлений нет вот так же значит естественно всегда значит можно почистить за собой всякие грешки пылесосиком ну я им рекомендую пользоваться не чаще там чем раз в две недели то есть не нужно уж так уж сильно быть этим делом обеспокоенным в следующий раз сестите только систему кэшик личные оставляете потому что тут нормально все значит ну что сборка убунту цинамон 16.04 зрительной поддержкой до 2021 года до апреля действительно получилось хорошей значит ядрышко вот я вывел утилитку которая проверяет ну ставил самое последнее ядро и самая последняя версия на ней виртуальной коробочке не работает поэтому я вернулся как говорится своя в прежней версии с ядрышком 4.4 чтобы вас это сильно не задевало вот можете просто взять и эту значит пиктограмму этот значок просто-напросто убрать чтобы он вам как говорится глаза не мозолил по каждой программе практически у меня здесь имеется видеоролик ну по ромплееру я думаю видеоролик никому не нужен запустили и можно будет там доступные каналы просматривать там и прочее и прочее и прочее хороший загрузчик видеофайлов один очень высоком качестве позволяет загружать видеофайлы и плюс еще значит на трубе у меня значит еще встроенный есть загрузчик видеофайлов на гугл хроме тоже можно ими пользоваться так что вот такие вот как говорится нюансы для любителей Ubuntu именно потому что многие с нее начинали и так далее вот ну могу сказать что я тут как говорится отдал дань своего уважения этой операционной системе потому что тот же Linux венцинамон является как бы веточкой Ubuntu вот хорошая операционная система единственное что мне нравился всегда рабочий стол венцинамон я его здесь как говорится и призелал значит вот у меня тут имеется по Ubuntu значит вот установка рабочего стола вот этими командами я пользовался чтобы установить рабочий стол а если не нравится вот команды для его как говорится удаление таким же образом Ubuntu можно поставить и другие значит эти самые рабочие столы но я особенно этим не увлекался потому что мне в принципе нравится рабочий стол Цинамон все что Ubuntu по Ubuntu насобирал значит вот у меня тут находится значит вниз опускается только панель справа и слева что-то у меня не помню там или наверх не ставится и справа не ставится вот ну короче поднастроил сделал все нормально вот таким вот образом значит готовая сборочка пользуйтесь были у меня несколько тут комментариев на предыдущий ролик по Ubuntu что ой да вот вы когда обновились надо было поставить последнюю версию виртуальной коробочке обновлялся вставил не работает вернулся значит к старым как говорится к старому ядру и на нем последняя версия виртуальной коробочке работает для меня это важнее не самая последняя версия ядра не самая последняя версия операционной системы а работающие в данном случае здесь все работает могу значит сделать еще такую вещь далеко не всем пользователям нужна вот такая вот скажем так рабочая панель где тут можно будет копаться там делать настраивать меню загрузки там и прочее прочее если она вам по каким-то причинам не нужна ее всегда можно вот взять и настроить таким образом что просто чтобы она пряталась например сделать вот так где тут у нас поведение прятать так снизу ну вот держать допустим панель скрытой вот применили она исчезла навели на нее курсор она появилась вот можно сделать таким образом скажем так разгрузить рабочий стол то есть далеко не каждый пользователь пользуется программой систем банк архиватором там ставит новую программу удаляет и так далее чтобы это глаза не мозолило вот можете вот так все это дело себе сделать не вижу к этому никаких препятствий ну ладно значит практически все что можно было сделать по убунте я считаю что я уже сделал вот хорошая получилась такая стабильная сборочка пользователям тут минимум как говорится работы потому что ну большинство программ стоит здесь уже вот и офис хороший стоит поэтому значит я могу ее порекомендовать скачать в качестве ознакомления просто можете взять через синаптик там повыкидывать те программы которые вам не нужны через менеджер программ можете поставить программы которые вам нужны вот тут тоже в менюшке там покопаться подсоединять то что вам не надо или там добавить то что надо тоже проблем никаких нет ну ладно желаю вам всего доброго и до новых встреч до новых Продолжение следует...